Привет, меня зовут Даша, я преподаватель французского языка и хочу вам рассказать маленький секрет. Однажды в Париже я встретилась с Жанной Дамас. Если вы знаете, кто это, хорошо, если нет, не важно, потому что сегодня мы с вами будем изучать французский по видео, которое снято для канала, для YouTube-канала Vogue. Это видео о макияже французской лентяйки, который сняла Жанна Дамас, которая себя сама называет французской лентяйкой. И она рассказывает о своей рутине, о своей рутине макияжа, что она делает обычно по утрам, а также какой макияж использует для выхода, pour sortir. В этом видео я буду анализировать все, что она говорит, все, что мне кажется интересным, какую лексику она использует, как она использует, как эту лексику можно других использовать в случаях. Ça y est, c'est parti. Salut, c'est Жанна Дамас, je vais vous montrer comment une française flémarde se макии le matin. Вступительная часть, она представляет, и говорит, salut, c'est Жанна Дамас, je vais vous montrer comment une française flémarde se макии le matin. То есть, она как раз и говорит, une française flémarde. Flémarde, это ленивый, лентяй, такой человек, который не очень любит напрягаться, скажем так. И вот все макии, глагол красится. Ну, on va, on va découvrir, comment se va maquillant. Déjà, attachez mes cheveux. Déjà, attachez mes cheveux. Здесь интересно посмотреть, как слово déjà, к которому мы привыкли, как к слову уже, используется в речи. В речи оно используется как для начала. Déjà, это для начала. Donc, je commence par de l'huile, parce que je trouve que ça se fond hyper bien avec le maquillage. Она говорит, je commence par de l'huile. Это как раз об артикле, в французском языке. Здесь используется частичный артикль de L' и здесь как раз-таки illustriруется правило, что когда мы говорим о чем-то, что нельзя сосчитать, когда мы используем какое-нибудь существительное, неисчисляемое во французском языке, а таковым является существительное l'huile, une huile, масло, то когда я говорю, что я ее наношу, это масло, я не могу сказать «je mets l'huile», потому что для французы это значит «я все масло мира наношу», это для них очень важно показать частичность. Частью целого, я наношу какое-то количество масла, и это частичный артикль de L', поэтому она говорит «de l'huile». Donc, là, c'est une huile de Joël Sioco, mais il y a aussi une huile que j'adore, c'est l'huile de coco. Si она говорит «me, il y a aussi une huile que j'adore», vous можете сказать «а почему же здесь не определенный артикль?» Это же «une huile que j'adore», это же какое-то точно определенное масло. Но хочу вас застеречь, не воспринимайте неопределенный артикль как только тот, который может обозначать предметы, о которых мы говорим впервые, которые нам неизвестны, которые новые, неопределенный, как любят часто люди объяснять, неопределенный артикль. Он, на самом деле, многомогущественнее во французском языке, чем просто неопределенный артикль для чего-то неопределенного, как раз-таки для чего-то определенного, как вот в видео про макияж от Jeanne Damas, она говорит «une huile que j'adore», но при этом использует неопределенный артикль, потому что у неопределенного артикля есть функция во французском языке «выделить». То есть существует очень много масел, существует масло, которое она не любит, любит, которое она знает, не знает, пользовалась, не пользовалась одной маркой, другой, масло кокоса, масло еще чего-то, много чего. И с помощью неопределенного артикля она выделяет из множества похожих масел, из множества типов и видов масел, именно «une huile que j'adore». И еще одно выделение здесь есть, «une huile de coco», потому что будет еще «une huile de…», я не знаю, «une huile d'olive», par exemple. « которые можно найти, в магазинах, в магазине, в магазине, в младшем air. Я также положу их на крышке. Это очень важный момент, потому что это место, где очень лая варит, это основная основная девка, для меня. Я думаю, что секрет для красивой пыль…» Я думаю, что секрет для красивой пыли, это не заправдиться много с варитом. То есть здесь она использует определенный артикль, потому что это тот самый секрет, Единственный секрет в своем роде, так как у определенного артикла есть функция, уникальность, показать, что что-то существует в единственном роде, сказать тот самый, та самая, то, о чем мы говорили ранее, вот поэтому используется Le секрет, Le секрет здесь с определенным артиклем. Мне нравится выражение «медно мы ва пассе о корректор», «on ва пассе а», это значит «мы продолжим, перейдем», редко используется этот глагол обычной темы, кто изучает французский, Но я им советую, можно использовать его, например, сказать, «on ва пассе о суеже, он ва пассе у ульны, унтри некогда», «а уныуя партия», «а конкл·лузьон», и тулца. Отвwor, от того чтобы оба пассе на блэш. Это всегда про какую-то марку, этот предлог используется chez Chanel, chez Louis Vuitton, chez Glossier, и так далее. Это используется очень часто в разговоре на французском, это неформально французский, в текстах мы так не пишем, но обязательно скажем. Я очень больно сегодня, я не верю, я не выйду, я очень больно. О, это очень вкусно, это очень красиво, это очень круто, очень классно и все это очень сильно. Да, это так. Вы не можете как мне, как я, это просто. Я его поставлю вниз, так вот. Вот здесь мы с помощью птиц на фронт. Птиц птиц, в том числе, в каждом учебнике я не найду. что там это акне маленькие прыщики она говорит это не всегда на речь которая переводится как всегда чаще всего переводится в разговорной речи как все еще например или это журнал скелет у журнал он все еще дома он все еще на месте вы заявите что это все еще в регионе все так вот то есть а attention в предотвращении это всегда всегда это еще и все еще это реально зумбр и лук вилл и лук вилл и лук вилл это все сфот очень хорошо сфот мем это сделать что то в голове это покрытие в грудной лету и это не очень 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 Вот она говорит в конце, c'est pas très agréable quoi, и про quoi хочется сказать, что это слово паразит, французы часто его используют без особенного назначения, оно никак не переводится, часто используется в конце предложения, в конце какой-то фразы, реплики, voilà, как вуаля, например, это тоже слово паразит, поэтому не ищите перевод слова quoi, это вот просто речевое слово, которое ничего не означает. Когда я была более молодой, моя соль, мои родители, я макия, я макия, у меня даже был момент, когда я хотела быть макиями артистом. Очень распространенные явления в английском, французском и английском, и вот мы узнаем, например, что Жан Дамас хотела быть макиями артистом. В общем, раньше она хотела не встать, но не сложилось, видимо. Я сделал стаж d'observation chez Yves Saint Laurent Boutier à l'époque. Вы можете меня спросить, почему стаж d'observation, почему мы не говорим d'observation, потому что здесь мы сталкиваемся с правилом нулевого в артикле, когда observation, это больше не существительное, это plutôt, это скорее характеристика слова d'observation. И когда два слова, два существительных, одно из которых характеризует предыдущее, и они вместе соединены с помощью прилога de, то тогда это существительное теряет свой артикль, потому что, как мы знаем, у прилагательных, у того, что дает нам характеристику, у таких слова, как jeune, belle, хуже и так далее, артикли нет. И у этого существительного здесь тоже артикля не будет, это характеристика существительного стаж. В этом одном приложении есть два слова-паразита, это дюку, который тоже никак не переводится, и трюк, это вещь, это ersein, une chose, может называть любые абсолютно вещи, предметы и явления. Трюк, это разговор на французском, используется часто в речи. «Ме бон, я еще ипер-депутанте». Она говорит «мей бон», ладно, тоже речевые слова, «мей бон», часто в речи используются в разных ситуациях. Вот она говорит «мей бон, я ипер-депутанте», ладно, я ипер-депутанте, то есть я не просто начинающий, я прям научи начинающий, супер начинающий. Макияж. «Макияж». Макияж. Все-таки, однако, все же используется очень часто. Макияж. 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 «Мне нравится вот это выражение «je не ле колор па», «десурсиль», «ни риен», то есть ничего такого, «ни риен», «ничего такого», «я не наношу цвет на брови», «ничего такого», «ни риен». Ольга-плес Rohи. «Сустимый, я люблю яркие шаги», «ади пет Тупо». Кому Асину говорит «сосев eligible». «Чего ли есть unwillingness?» пояс и бланш. Ensuite, мой meilleur ami, le recourbécile, «pareil». «Pareil», да, очень часто говорят «c'est la même chose», но удобнее в речи использовать именно слово «pareil», то же самое, так же, как и раньше, в предыдущем случае. Используйте чаще «pareil», когда вы говорите по-французски, имея в виду одно и то же, опять, снова также, то же самое. Вот, «pareil», «pareil», «pocäще» используйте «c'est la même chose». Может быть, японienne, потому что я не могу ее сделать, не могуäsby teshadines. У меня не получается ее снять, вот как раз-таки интересно, как глагол «arrivé» «a» используется, когда мы хотим сказать, что у меня что-то получается или не получается мы только что сказали с помощью глагола у меня получается или не получается что-то сделать и часто используется в речи но не переводится как затем это как еще один способ сказать и мы можем использовать но это все будет иметь значение и добавить одну мысль это не обязательно в речи означает затем хотя в словаре мы знаем что пусть это затем в речи используется как союз и я делаю в речи каждый день я делаю так я делаю в речи я делаю как так я делаю в речи вот она говорит что если не завивать ресницы не слишком приятно иначе это все другое, поэтому нужно использовать вот эту коробу. Обратите внимание, как она говорит «хайлайтер», это «хайлайтер». Я не могу даже даже прононуть это. Это правда, что мы все-таки агро с этим, уже что-то в моде. «В моде» означает «мод». С тех пор как это модно, мы все верим в это, файлайтер. Я добавлю немного на глаз, на нос, на нос. Теперь мы перейдем на глаза и на все цветы. Я возьму немного кафе. Еще одно речевое слово говорит «тужур avant rouge à lèvres par contre». «Par contre» тоже никак не переводится. То есть не воспринимайте всерьез все эти речевые слова, но можете использовать, потому что они служат определенным таким каркасом, на который можно опереться в речи, сказать это слово, дать себе какое-то время вспомнить какие-то другие слова по-французски. Например, начать можно с «эн фэйт», «ду фэйт», «эн фэйт», «ду гуу», и дальше вспомнить то, что вы хотели сказать, но вы уже успели привлечь внимание собеседников, вы что-то сказали, и он уже готовы слушать, и у вас есть какие-то доли секунды вспомнить слова на французском. Нон, очень важный, «каке», «аванс�에 Before rouge à левres». Поэтому я вам покажу две цветы, один я посмотрю всё, что я использую каждый год, немного больше марно и немного роз, а затем я добавлю ребёнка и роз. И я использусь этот цвет, как так, чтобы улучшить то, и я тесте мероприятие. И я люблю убрать ли в голове, потому что, как это, у вас Đ rains эффект немножко свистер. Таким образом бассажетный эффект… То есть такое… Размазанный эффект, фондю. Мы привыкли. Такое блюдо есть из сыра сделанной фондю, но это эффект фондю про помаду тоже можно сказать. Такие размазанные губы. Эффект буш-морду. Эффект покусанный губ. Если вы не знали как этот эффект по-французски называется, вот. Эффект буш-морду. Покусанный рот. Покусанный рот. Покусый рот. Мне интересно используется глагол «illumine», «s'allumine», вот она говорит, что «le rouge à lèvres, ça illumine d'un coup», то есть сразу же освежает лицо, сразу же преображает, это «illumine», да, про помаду. Мои couleurs, vraiment классiques, которые я люблю, c'est, c'est vraiment des розes-марон и des rouges, «le rouge классique, très parisien», «le rouge классique, très parisien», говорит «classический парижский красный». Мне интересно, что это за «classический парижский красный», но наверняка тот, который я показываю в своем видео, или возможно тот самый, который сейчас у меня нанесен на губах. Как сказать «блин» по-французски? «Ой, блин», вот вы сами слышали, «ууу, мертв», я ом этого не говорила. Я ом этого не говорила, «сortир dehор и après ressembler à un клуб», «мес bon, jamais trop de blush en hiver». Она говорит «мес bon, jamais trop de blush en hiver», «никогда не бывает много румян зимой». «On a besoin un peu de couleurs». Là, parfois, j'en mets un petit peu sur le nez aussi, pas trop, mais plus. «Aussи, on peut mettre la couleur la plus claire, un peu sur les yeux». «J'aime bien, ça réveille un peu, c'est de l'arrivée». «Hop». «Parfois, quand je brille un peu, je mets de la poudre, je brille souvent sur la zone T, comme dans le monde, donc j'en mets juste un tout petit peu là. «C'est vrai, dans la vraie vie, ça ne brille pas forcément, mais sur les photos avec le flash». Ещё одно слово, интересное для речи, это «forcément». Она говорит «dans la vraie vie, ça brille pas forcément». Используется часто «forcément», чтобы сказать «это не совсем так». Например, вы говорите «ce n'est pas vrai», «это неправда». Можно добавить слово «forcément» и получится «ce n'est pas forcément vrai», что означает по-русски «это не совсем так». «Pas forcément», «не совсем так», «не всегда». Например, кто-то скажет «les Parisiens, ils sont méchants, les Parisiens, ils sont arrogants, «les Parisiens, ils sont камernes», «vous можете ne согласиться», «vous можете сказать «pas forcément», «не совсем так». «На chez tous, c'est hyper luisant». «Donc, bon, c'est pas trop but». «Donc voilà, donc ça c'est plutôt un truc de jour». «Je veux avoir un truc un peu plus rouge, ou même pour le soir». «Ce que je rajoute, c'est…» «Je me fais un peu de contouring». «Pas très français, ça». «Je rajoute un petit peu de bronzer, donc là, pareil, il faut faire hyper attention». «C'est vrai que je fais le «3» comme ça». «On a dit «je fais le «3» comme ça», «le «3»» «Это вот, вот эта «3». «C'est un truc de make-up artist, ils mettent toujours sur leurs bras pour tester, parce que c'est vrai que quand on le fait pas, genre, on en a plein partout, et c'est souvent «3». «C'est vrai qu'on a использué «genre», «genre», мы практически не слышим этого слова, но это значит «tipa», «tipa того», «y используется часто» «françузская речь». «Donc voilà, c'est vraiment genre pour structurer un peu le visage, affiner». «Souvent, quand même, j'aime bien». «Souvent, quand même, j'aime bien». «Здесь, quand même, «не переводится» «как все-таки, однако». «То есть, я предлагаю вам проследить в контексте «как используется quand même» «другие речевые слова». «Вы видите, что не совсем можно к ним, «как ярлык приклеить», «какой-то определенный перевод» и вот их использовать с этой одной функцией. «Souvent, mettre du rouge», «rouge-rouge», «le vrai rouge». «Et pareil, je peux pas m'empêcher», «je mets avec les doigts». «Не нравится, как она использует «tipa pareil», «je peux pas m'empêcher». «Apareil», «me уже говорили ранее», «je peux pas m'empêcher». Мало того, что здесь не используется «neu» в спряжении глаголов в устно-французском потоке речи, не используется частица «neu» очень часто. «Je peux pas m'empêcher», «я не могу себе сказать нет», «я не могу себе отказать в том, чтобы использовать вот эту помаду». «M'empêcher», да, обычно мы знаем глагол «m'empêcher», как «мешать», «противодействовать», «m'empêcher», «je peux pas m'empêcher», это значит «я не могу не сделать», «я не могу себе отказать в том, чтобы это сделать». «La technique, c'est d'en mettre plein comme ça, un peu trop, parfois ça dépasse un petit peu, et ensuite coton-tige». «Coton-tige». «Если вы не знали, как сказать «ватные палочки», вот вам слово из этого видео, «un coton-tige». «Et enlever comme ça, он тоже прожит на землю, повесили, что там делали». «Я тоже турнирую много», «мешать». 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 Так что я вам покажу. Не забывайте. Не забывайте. На пире, это означает не повредить себя, не сделать хуже. Не забывайте. Мне нравится выражение. На пире, это запускает. Но в крайнем случае, в худшем случае, на пире, это запускает заново. Не забывайте. Не забывайте. Не забывайте. Это, например. Таким образом. Нет лица. Вот. Так вот, для французской флэмар. Увидимся. Увидимся. Говорит нам пока. Чао-чао-чао-бизу. Я тоже с вами прощаюсь. Этот анализ закончился. Этого видео. Если вам понравился формат, пишите мне. Будем искать другие видео, где какие-то французы, знаменитые, знакомые вам рассказывают о чем-то. Буду анализировать их речь. И будем так вместе обучаться французскому. Если вам нравится канал, подписывайтесь. Ставьте колокольчик. До новых встреч. Увидимся в новых видео. Пока. Бизу. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok